вот друзья ко мне пришли гости приехали откуда вы ребят мы из петербурга из петербурга это телевизионщики давай или да проект есть называется неизвестная россия мы проезжаем разные дальние места и снимаем про жизнь которая там есть люди живут чем они занимаются что они думают об окунева как узнали вы ну окунева не были в омской области я искал что интересного из омской области наткнулся на окунева поэтому интересно было бы съездить ну ясно разведали собрались поехали ну вот друзья видите все время я снимал теперь меня будут впервые за вот 15 лет сколько я живу в окунева первый раз я согласился чтобы меня снимали не друзья то есть ко мне приходили и нтв и рентиви и телеканал культура кто только не просился не все я все время отказывал но коль уж я стал сам блогером у меня канал на ю тубе свои в это как хочешь чтобы с тобой поступали люди так и ты поступай я столкнулся с тем как не хотят сниматься люди ну из из-за этого и согласился так сказать с вами пообщаться да почему почему здесь остаешься куда мне уехать ну а чем например там какая деревня другая будет лучше это другой такой деревне не найдешь во первых здесь заходит какой-то местный житель абориген который жил и видео вот эти фотографии все он не крутит они уже все привыкли к этому и здесь я же говорю чем уникальность что здесь хочешь молись хочешь колись никто тебя ничего не петербурге на петроградской стране там у каждого пятого такая стена ну это да пикеры я в то не считает что это но почему уезжать ну а зачем мне на те же город ну город возвращаться смысле я не хочу город мне здесь отлично я когда приезжаю ду сейчас дети уже выросли в городе живут вот приезжаю когда в город не нужно ну там зуб сделать или по каким-то делам у дочери живут там где-то слева сверлят справа там матом орут пьяный на жену там там наверху мебель двигают мне это не нужно и когда пытаешься вай-фай найти те показывают что тебя ок окружает везде этот вай-фай излучение излучение там ну то есть зачем это вообще нужно город и знаешь это течение дауншифтинг называется по-моему да как добровольное понижение своего социального статуса что-то типа такого ну вот она сейчас ширится есть примеры и посерьезнее моего когда там миллионеры раздают все там уезжают где-то ну все они оставляются чуть-чуть но чуть-чуть в их понятии в моем разные вещи но где-то живет там у океана в хижине много лет уже и есть такие случаи так что это нормально мне именно нравится деревня город агрессивная среда вот я тебе скажу такой пример вы настолько с женой здесь расслабились как в оранжерее здесь нет конфликта вот мы живем без конфликта в мире много лет из года будет я как-то на заправке что-то замешкался и водитель автобуса мне что-то как-то там он как не грубо как-то там ну грубовато для города это он вообще мягко сказал типа ну чё ты там копаешься там это я еду в одну чем не осадок какой-то думают куда осадок такой на душе давно такого не вон вдруг понимаю елки я же отвык от таких тонов нету здесь такого здесь если конфликт есть какой-то он очень мягко решается мирно и мы здесь живем вот нет не знают представ все все конфессии от базовых каких-то да там всяких там универсальной энергии там какие-то фиолетовое пламя там не знаю там чуть-чуть что-то конец здесь и друг другу помогаем никто никому там не пытается доказать шума и правильно там твоя неправильная и мне кажется это как типа модель как должно быть в мире и все улыбаемся все здороваемся со всеми сейчас приезжих залито тысячи здесь летом если вы приедете тут просто реально залито сюда где тут прописано 300 человек в деревне тысячи людей приезжают и вот мы со всеми здороваемся все здесь не это здесь кайфово просто серьезно чем отличаются верующий человек от вот тебя допустим я полагаюсь на силу я человек не религиозный но вера это разные вещи я не принадлежу ни к религии никакой там не к секте это просто гуру как бы вот который ты не можешь себя назвать индуистом нет я никем не себя не могу назвать я могу себя и даосом и дзен буддистом верующего что ты веришь что есть сила единая вот как хочешь ее называй хочешь кришна хочешь там атман брахман там я не знаю вишну иисус для меня без разницы вот сай баба чем не близок он этому учат что есть только одна религия религия любви есть только один язык язык сердца есть только одна нация человек есть только один бог и он вездесущий вот я даже славянство которое здесь сейчас вот неославянизм когда подменяют национализмом национализмом банальным я даже это не привет здесь тоже это конечно есть адекватные люди которые вот это направление неославянизм они как возрождение древних традиций там травницы знаешь там вот древняя культура а есть которые там бежедоспаса россии сводится до истинные яйца и все я где-то я уже это слышал ну для меня национализм это самое отвратить одно из самых отвратительных что есть так что я человек мира вот так я считаю я с бг лично знаком мы с ним два раза в индии и первый раз я его он с девяносто третьего года каждый год ездит в одно и то же время в январе в ашрам сатья сайбабы а потом и либо на гола либо там куда-то и он всегда неделю проводит в ашраме первый раз я его увидел вот тогда когда я один ездил в 2005 году но еще не был с ним знаком а в 2007 году б.г. он каждый год ездит же с туром по сибири и каждый год концерт в омске дает ему взяли для пробы написали борис борисович это пишут вам из окунева что в 250 километров от омска по плохой дороге там мы поклонники вашего то для нас три тысячи рублей это роскошь заплатить за можно ли что-то подешевле или там пусть тут же ответ мы даже не ожидали приходят любимые мои я знаю об окунева знаю вот вам контактный телефон моего администратора до 15 человек без проблем бесплатно и мы на мою буханку набили сколько можно часть там на маршрутке это 2007 и все у нас это выходит мы набрали номер она выходит окунева мы раз просто посчитала за мной и в классных местах посадили это все в пятом я его видел там в полтапарте по шраме сайбабы в седьмом он нам сделал окунемцев бесплатный на концерт а второй раз я уже все седьмой поехал всей семьей к сайбабе это было с девятого на десятый тоже мы перезимовали декабрь январь февраль и вот в десятом году то же самое в январе я вдруг с ним нос к носам встречаюсь там я любой борис борисович можно вас ваше внимание пожалуйста я говорю вы меня не знаете лично может быть помните вот дмитрий из окунева вы нам делали окунемцев он ой как же и знаешь так окунева от меня большой привет у него кстати есть песня боку не ты знаешь откроешь когда мой канал там есть окунева с высоты птичьего полета ролик такой и я туда озвучил вставил вот эту песню правда youtube не сразу же не вставил за нарушение авторских прав ну за рек борис борисович если чем меня не и мы с ним минут 20 погуляли походили я его приглашал бог у него приглашал у меня времени вообще нет все расписано я ведь сюда в индию только выделяю а потом говорит а я ему говорю мы вас в аэропорту встретим привезем тут гостиницу то да то 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 он нет а потом в принципе никогда не говори никогда кто знает вот так вот и спустя это значит в десятом я с ним а в двенадцатом опять он с гастролями в омске и опять я ему пишу борис борисович дмитрий помните из окунева мы с вами прогуливались по путтопарте вместе он мне пишет как же как же я говорю а можно еще раз извините за навязчивость как повторить опять бы хотелось к вам он без проблем опять до 15 человек сделайте ему вот нас 13 человек по моему опять то ли 15 и вот но в этот раз он уже в антракте там первую половину отыграл а потом он сел и стал отвечать на вопросы стали приносить записки кидать он сидел ну такая достает записку и читает и я ему написал борис мы здесь окунева он раз достает о окунева привет привет мы все-то встали он я рад что вы приехали молодцы так что вот так вот мы с б.г. так сказать знакомы и вот песенка есть инцидент в настасина такая именно об окунева настасина инцидент в настасина но у него что напрямую никогда не пишет но там слова ж такие заканчивается песня что-то там дали ясный воздух чист и с тех пор нас в деревне каждый третий индуист но там стал святым святым колхозный пруд туда водят пилигримов и там лотосы цветут вот такое дело спасибо все я выключаю да это она я на уже варя про корову